Дорогие друзья, дорогие слушающие, до слова сегодня хочу прочитать из книги пророка Исаия, 43 глава, с 1 по 7 стих. «Ныне же так, говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, через реки ли они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожешься, и пламя не опалит тебя, ибо Я, Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопия, Саввис за тебя. Так как ты дорог, в очах моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народа за душу твою. Не бойся, ибо Я с тобою, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. С северу скажу, отдай и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого Я сотворил для славы моей, и образовал, и устроил». Да, вот это такое сильное, сильное слово здесь. Бог образовал этих людей, они разбросаны, да, они согрешили, но Господь их любит, и Он их собирает здесь, и Он говорит, что Я создал тебя для славы своей. Это что-то особенное, когда мы знаем, что Бог создал нас для своей славы. И вы знаете, не только Израиль, но всех нас, людей, которых Он создал по подобию и по образу своему, Он вдохнул в нас свой дух, Он сотворил нас уже в утробе матери, Он сотворил нас чудно и создал нас для славы своего имени. И мне это так дорого, я как-то написал стихотворение на эту тему, и мой друг Андрей Моргунов написал песню на эти слова и исполняет ее очень замечательно. Я прочитаю это стихотворение. «Ты сотворен светилом, храмом Божьим, сам Дух Святой в тебе желает жить. В твоих руках спасение, счастье, Воже, сам избери, быть вечно с Богом или не быть. В добрый час, в добрый час, в добрый час поспеши. В Боге спасение души своей найди. Каждый день, каждый день, каждый день вновь спеши. Счастье вечное в Боге не упусти. Ты сотворен с прекрасной душою, задатки добрые в тебя Господь вложил. Решись и следуй за Христом тропою, Он первый шел и узкий путь нам проложил. Ты сотворен быть вечным Сыном Божьим. Бог так назвал нас и нам власть Сам дал. Сегодня в добрый час оставь путь ложный и поспеши скорее, чтобы не опоздал. Да, Бог сотворил тебя чудно. Ищи Господа, не прожигай жизнь так, чтобы она как-то прошла, но чтобы каждый день был наполнен смыслом Божьим. Ведь каждый день Он что-то через нас также может делать для Своей славы. Не знаю, мы когда учились в школе, мы учили наизусть слова Павла Корчагина из книги «Как закалялась стать» Николая Островского. Я тогда уже был верующим, когда учил эти слова. Я прочитаю эти слова сейчас. Самая дорогая у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и пожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлинненькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать «Вся жизнь» и все силы были отданы самому прекрасному в мире борьбе за освобождение человечества. Надо спешить жизнь. Ведь нелепая болезнь и какая-нибудь трагическая случайность могут прервать ее. Да, мы учили эти слова, и мы знали Павла Корчагина, он был революционер, он, так сказать, боролся за ту новую Советскую Республику и в этом видел смысл своей жизни. Но я думаю, мы как христиане, ведь у нас цель гораздо больше, потому что мы знаем Иисус Христос, которого мы приняли, Он умер за все человечество. Каждый, кто приходит к Нему, Он его спасает, дает ему новую жизнь, Он, так сказать, дает ему право восстановиться, стать таким, каким Бог его задумал. И тогда, так сказать, Он только начинает по-настоящему жить, когда Он принимает Христа в свою жизнь и становится Его служителем. Я думаю, тогда ты можешь действительно заниматься, вот как Павел Корчагин здесь говорит, посвящать жизнь самому прекрасному борьбе за освобождение человечества. Когда я думаю о тех людях, которым мы помогали как-то или через помощь, через молитву, знаю, нас, наших друзей, они смогли найти во Христе спасение, избавление от наркотиков, от алкоголя, от всего, чем они были действительно рабы. И я думаю, даже та маленькая частица, которую мы вкладываем в этот труд, вот тем посильными возможностями, которые Господь дает, и ты видишь, приезжают к нам гости, они когда-то были на улице, они умирали, они становятся интересными, богатыми людьми, которые спасают других, ты видишь, не зря прожита жизнь, или где-то ты смог кому-то помочь выкарабкаться из его ситуации, подняться и принять Иисуса Христа, стать таким человеком, который любит людей, который живет ради других, который посвящает им жизнь. Ведь в этом большой смысл. Мне нельзя, он сказал здесь, в книге пророки Исаии, он сказал, я сотворил тебя для славы моей, образовал и устроил тебя. И он выводит здесь их из всяких народов и, так сказать, ставит на то место, куда Господь задумал. Он и для тебя сделал прекрасное что-то. Он хочет, чтобы ты был его человеком, который будет помогать людям, спасать их, любить людей по-настоящему. Да поможет нам Господь в этом великом призвании, которым Он призвал нас и создал нас для Его славы. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok